МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 16 марта 1870 года в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе впервые в России запущена Мартеновская печь. Для отечественной металлургии это был гигантский шаг вперед. 16 марта 1921 года закрылся 10-й съезд РКПБ. Результатом съезда стал переход к новой экономической политике – НЭПУ. 16 марта 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. В этот день 16 марта родились Александр Попов, физик-изобретатель радио, Александр Беляев, российский писатель-фантаст. Среди биографий многих советских писателей жизнь Александра Беляева – одна из самых трагичных. Его отец мечтал, что сын продолжит семейную традицию и станет священником. Однако юноша, окончив духовную семинарию, избрал свой путь. Он получил новую специальность – юридическую. Но Беляев не мог оставаться простым юристом, и стремление к творчеству убрало вверх. Так с детства он экспериментировал с фотоаппаратом, он занимался музыкой, играл на скрипке, на рояле, участвовал в театральных постановках. Все это впоследствии помогло Беляеву в литературном творчестве, к которому он пришел, когда в 35-летнем возрасте тяжело заболел. Болезнь уложила меня однажды на 3,5 года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни головы без тела, которого я совершенно не чувствовал полная анестезия. Так делился впечатлениями в автобиографии сам писатель. В то же время он не унывал. Свободное время Беляев тратил на самообразование. Штудировал иностранные языки, медицину, биологию, историю, труды Циолковского, зачитывался книгами фантастов Жюля Верна и Уэллса. Первой книгой русского Жюля Верна стал сборник рассказов, среди которых был и рассказ «Голова профессора Дуэля», где писатель фактически поделился своим опытом существования без тела. Затем увидели свет романы «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия», одно из самых известных произведений фантастов. Удивительно, но творческие придумки автора реализовывались в современной жизни с поразительной точностью. Так в 43-м году Жаков Кусто придумал акваланг. Беспилотные летательные аппараты были описаны в книге «Властелин мира». Беляев предвидел даже операцию по восстановлению хрусталика глаза. Нереализованным остался лишь роман «Прыжок в ничто», по сюжету которого богачи, спасаясь от красной чумы, приземлились на планету Венера. Но подобные полеты, видимо, еще будут реализованы в недалеком будущем. Жизнь же писателя не забивала чудесными событиями. Беляев много болел, терял рано умерших близких. В 38-м году литературная газета возмещалась фактом, что Суис писатель не стремится помочь болеющему писателю с публикацией произведений. И он выживает как может. Последняя книга Беляева о летающем человеке Ариэле вышла в свет незадолго до начала Великой Отечественной войны. И это было тоже отражением детских фантазий. Еще мальчиков Беляев мечтал летать. Прыгнув с самодельный парашютом из простыни зонта, он получил травму спины, которая мучила его всю жизнь. К сожалению, остаток земной жизни писателя был мучителен. Во время блокады семья Беляевых оставалась в пригороде Ленинграда в Пушкине, захваченном немецкими войсками. Незадолго до оккупации писатель пережил очередную операцию, был полулежачим больным и об эвакуации не могло идти и речи. Писатель Беляев, что писал научно-фантастические романы, замерз от голода у себя в комнате. Такая запись была найдена в дневнике одной из блокадниц. Но существовала еще одна неофициальная версия смерти, согласно которой последние годы Беляев работал над повестью, посвященной янтарной комнате. Якобы гестаповцам удалось привлечь писателя к себе консультантом, за что он и поплатился жизнью. А сама комната позднее была похищена из Екатерининского дворца немцами. Но последняя, по всей видимости, не более чем легенда. В интервью дочери писателя подтверждается факт гибели отца от голода. Ему не удалось выжить на одной капусте. А обстоятельства бывают сильнее нас. Не надо быть фаталистом, чтобы понять это. Эти слова принадлежат одному из героев книг Александра Беляева. И все же до самой смерти он не опускал рук. Вся его жизнь – доказательство того, что телесная немощь отступает перед силой воли и духа.